Добрый день! Сегодня 10 сентября 2023 года. Я читаю письмо от 30 августа. Здравствуйте, Галина Якишина и все слушатели. Я вам очень благодарна за то, что вы несете мир в души многих. Сейчас это для многих самое важное в жизни. Я отправляю следующую часть, 14-ю, маленькими шагами к большому счастью. Письмо для канала Галины Смис. Это всегда у меня вызывает приятную улыбку. Спасибо, моя дорогая, что вы выбрали именно наш канал для прочтения ваших писем. Ежедневная работа и заботы как-то отвлекали от постоянной боли в душе. Да-да-да, это самое лучшее лекарство. Вы же помните, что я угробила свое плечо после того, как Джеймс ушел. Я решила, что вот эта физическая усталость, она мне поможет душевную боль пережить. И она помогла, правда, плечо у меня. Нет, после первого укола оно не болело года два. Это вот последние два года. Я периодически лечу, и я могу поехать поставить укол. И мне снова не будет болеть. Но я почему-то этого не делаю. Хотя с доктором посоветовалась. Она мне сказала, я могу ставить каждые три месяца. Накопления не будет. Если раньше, то они сами откажутся. А через три месяца можно. А я в последний раз-то уколчик весной делала. А сейчас уже осень. От постоянной боли в душе. Но нужно каждый день быть на ногах. И в постоянных делах. Наверное, это меня спасло. Да-да-да. Самая сильная боль – это душевная. Ты не знаешь, что делать, чтобы прекратить эту ноющую боль. Я поверила в силы своего сына и была теперь уверена. Он сможет принять правильное решение. Он не один, и нужно ждать. Я даже не представляла, чей что он прошел и что ему еще предстояло пройти. Но я верила в него. Теперь собирается первый Рамштайн, и я вижу, сколько самолетов слетается. Я живу всего в километре. Теперь появилась надежда. Только бы закрыли небо над Украиной, и никто не может понять, почему так жестоко обошлись с Мариуполем. Никто не может понять, почему именно на этот город и на Бахмут, и на Бахмут все это свалилось. Я провожаю взглядом этот поток самолетов, и мне хочется каким-то чудом попасть к сыну. Какое они примут решение? Только бы быстрее закончился этот кошмар. Сын связывается со мной сложным путем. Он звонит подруге, она набирает меня в другом телефоне и прикладывает телефон друг к другу. И только так я слышу своего сына. Ему нужно найти выход из города. Первые беженцы уже в Запорожье. Я еще знакомая фамилия в списке. Я сотни раз пересматриваю список. Только бы не пропустить. В первом списке нет. Ожидание следующего списка есть надежда. Мы созваниваемся с мамой Даши, она давно уже живет в Германии, и нас общая боль объединяет. Даша, то есть дальше Даша пишет. Сирен в Мариуполе не было. Я подумала, что тревогу еще объявляли в начале марта и никогда не отменяли. Какой смысл объявлять тревогу, если российский летчик сюда пролетит над городом и увидит, куда сбросить бомбу? К домам? В больницу или театр? К бассейн с покрытием? Тогда где будет больнее, где больше людей? Не ищите никого. Я сегодня прямо в другом письме рассказывала, какие огромные жертвы среди мирного населения. Наконец-то мы на вокзале. Вернее, то, что от него осталось. Но там есть связь. Первым моим желанием было созвониться к своему другу. Мы совсем не знали новостей. Он служил в части за Порт-Сити. Но безрезультатно. Эту часть разбомбили первой. Чудо не произошло. Потом я дозвонилась своей маме. Я сообщила, что жива. Но мы по-прежнему не знали, что нам делать. Война сделала всех лакмусовой бумажкой. Да-да. Которая поделила всех на своих и чужих. Своих осталось очень мало. Как обидно разочаровываться в людях. Мы возвращались. И около избы читальни Виталик вдруг резко остановился и сказал, что дальше не пойдет. Что пронеслось в его голове. Но я очень испугалась. Я увидела боль и обиды в его глазах. И поняла, что он принял решение защищаться до конца. Этого я боялась больше всего. Что он сможет один? И это явная смерть. Живым он сможет сделать гораздо больше. Я готова была костьми лечь. И а не отпускать его. Одна мысль, что он будет переносить все это один. Я бы себе этого не простила. По-одиночке мы погибнем. Мы прятались от бомбежек. Я не знаю, сколько времени мы возвращались домой. Нас провожали обгоревшие дома с пустыми черными глазницами. И мне казалось, что там мелькали призраки погибших семей. А ведь раньше там было тепло и уютно. Как бы хотелось, чтобы проснуться и не видеть этого ужаса. Прилетов по домам было очень много. Выгорали целые подъезды. Панельные дома просто складывались. Достать оттуда людей просто не было техники. Они там и оставались. Все подвалы просто были переполнены людьми. Бомбоубежищ не было. Во многих подвалах люди сидели и стояли по очереди на лавках. Лежали только дети. Стояли ведра вместо туалета и пакеты для мусора. В подвалах находились все коммуникации. Трубы отопления, водогон, проводка. Люди сливали воду из батареи, чтобы пить. Воды в водопроводе не было. Без электричества не работали насосы, которые качали воду в дома. Электричества тоже не было. Дороги, которые вели к воде, тоже обстреливались. Наконец-то дома я взяла ответственность на себя. Мы приняли решение срочно выезжать. Но нужно дожить до утра. Покидая мой дом, Виталик вымыл полы остатками дождевой воды. Где-то в глубине души мы все же надеялись вернуться. С собой мы взяли самое ценное. Это несколько людей, которые были все это время с нами. И животные. Мы спасали только наши души. Даже на словах сложно изобразить отчаяние, безнадежность, ужас, которому нет конца, вечную тьму вокруг и постоянное ожидание смерти. В тот момент в Мариуполе ужас стал повседневным. Мы жили в этом кошмаре. Мы просто прочувствовали, что вопрос времени, когда всепожирающее пламя войны дойдет до моего дома. Дома Виталика уже нет. После попадания нескольких бомб его дом сложился и как раз в том месте, где он бы спал. И это чудо, что в тот момент мы были вместе. Теперь его дом просто догорал. Ему уже некуда возвращаться. Ночь мы почти не спали, прислушиваясь с грибом на улице, куда попало в этот раз. Утром нужно срочно уходить. Виталик все же надеялся увидеть свой дом, но там уже улица пылала в огне. Но вдруг мы увидели вереницу автомобилей, которая пыталась выбраться из города. В нашей машине только люди и животные. Мы не думали тогда ни о чем. Только бы спастись. Самое ценное в этот момент – это была еда и вода. Никто не думал ни о каких других вещах. Наконец-то вечером слышу голос сына. Мы едем. Но впереди ночь. И мы будем прорываться к такмаху. У нас очень мало топлива. И это название теперь известно всем. Я постараюсь ехать сколько возможно. Но мы выбрались из города. И впереди еще сложный путь. Мы стерли все из своих телефонов. Я нашла чужой телефон на улице. И еду с ним. Свой я разобрала и отдала. Даже в случае чего она его просто поломает. В машине ищу людей. И также животные. И под кошкой в переноске есть документы. Я также в легкой куртке. Машина неисправна. И нужно все время ее толкать. Мы еще надеемся вернуться в Мариуполь. Даша. Что мы видели в этой дороге обгоревшие расстрелянные машины? Трупы нас уже не удивляли. Наверное, мы тогда уже перестали что-то чувствовать. И готовы умереть в любую минуту. Это был длинный путь в неизвестность. Такого холода я не испытывала никогда, как в ту ночь. Мы ничего не взяли с собой из теплых вещей. Старыми покрывалами, что у нас были с собой в машине, мы закрыли животных. Сами лежали, плотно обнявшись друг к другу, пытаясь хоть как-то согреться. Я волновалась за Виталика. Он вел машину весь путь. И если бы не он, мы бы не выбрались. Бесконечные блокпосты. Сколько их еще будет на нашем пути? Думаю, кто-то свыше нам помогал в этом пути. Виталик устал, так как машина была неисправна. И после каждой остановки машину нужно было толкать. Топлива было очень мало. Но мы рискнули выехать из города, надеясь заправиться в пути. Я боялась, чтобы он не потерял сознание. У него была тяжелая контузия и диабет. Я не представляла, как он переносит эту боль. Как он сконцентрировался на главном – вывести и спасти тех, кто был рядом. Мне казалось в тот момент, что я, превращаясь в кусок льда, у меня замерзло все внутри. Но я нашла какое-то полотенце и обмотала ноги Виталику, пытаясь хоть как-то его отогреть. Только бы он был в сознании. Наконец-то утро. Первые лучи солнца нас хоть как-то согрели и дали надежду. Теперь нужно, да, раздобыть топливо для машины и еще долгий путь. Я не находила себе места в ту ночь. То расстояние, что в мирное время проезжали за несколько часов, растянулось на несколько суток. Только бы им выбраться. Наконец-то после обеда долгожданный звонок. Мы в Сапорожье. Теперь он получил ключи от квартиры. И я не беспокою его. Им всем нужен отдых. Есть немного времени всем прийти в себя. Я осознаю, что война не закончилась. И теперь неизвестно, сколько времени мы пробудем в этом состоянии. Все, что осталось от прежней жизни, вместится на моей ладони. Это ключи от моей квартиры. Теперь ее уже нет. Очень многие взяли ключи, а квартир нет. Наша теперешняя жизнь умерла вместе с Мариуполем. Но в Азовстале остались еще много наших горожан и военнослужащие. По телевизору бесконечные новости о бомбежках и о том ужасе, что перенесли люди, спрятавшиеся в Азовстале. Сколько еще можно скинуть бомб, чтобы мир вздрогнул? Вот и я ждала. Мир, очнись! Как донести правду о том, что война может прийти каждому в дом? И это общая беда. Я не представляю, что чувствует матери этих солдат. Мой сын на следующий же день стал активно помогать тем, кто остался в Мариуполе. Я понимаю его боли и отчаяние. Он всеми силами старался помочь тем, кто еще не выбрался из этого ада. Загружая машины с едой и одеждой и медикаментами, и отправляли частные машины с волонтерами. Передохнув несколько дней, Дашу удалось отправить в Германию, и она оставила свою машину для того, чтобы спасти еще хоть кого-то. Дашина машина, на которой они вырвались из Мариуполя, до сих пор служит вместе с моим сыном. Сколько сгоревших машин осталось в Мариуполе? А это спасение минимум 5 человек. Спасение жизни на тот момент зависело от многих факторов. Наличие машины и топлива в ней. И люди помогали друг другу, независимо, были они раньше знакомы или нет. И на удивление, наша старенькая машина тоже спасла целую семью, выехав на следующий день из этого ада. В мирное время эта машина не могла доехать даже до ближайшего села. Сын покупал ее, чтобы просто научиться хорошо водить. Я очень рада, что смогла выжить целая семья. Я не думала о том, что у меня ничего не осталось от прошлой жизни. Я жалела только о тех людях, которые потеряли жизни. О друзьях и знакомых, о детях, погибших в этом аду и выживших, искалеченных людях. Есть еще одна вещь, с которой сложно смириться. Война заставляет принять решение отложить свою жизнь. Мы месяц за месяцем и год за годом откладываем массу мечтаний и планов на далекое после. В связи с войной кто-то откладывает создание семьи, кто-то карьеру вне военного времени. Все военные карьеру вне военного мира. Все военные отпуск или путешествия по миру. Кто-то прощается со своим хобби. У кого-то рушится семья. Это то, что сейчас отложили военные там на передовой, заслоняясь своими телами и давая нам надежду на будущее. Я счастлива видеть сына живым, хоть теперь и не совсем здоровым. Он выжил один из немногих. Но я также понимала, что его короткая передышка не продлится долго. Рано или поздно он все же идет на фронт опять защищать свою родину. Я буду волноваться за него. Также и видеть и чувствовать его глазами весь этот ужас войны. Тяжелое письмо. Оно не может быть легким, потому что это война. Это страницы из, наверное, обыденной военной жизни, когда люди бегут из-под бомбежек. Спасибо, моя дорогая, за то, что вы и Даша эти воспоминания записали. А с вами была Галина Смис. Я очень надеюсь на скорую победу. А сейчас сохраняйте свои жизни. Будьте живы, доживите до победы. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok